Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительно массовое и не абсолютно любой вязальной машины с нуля. Продолжаем вязание пледа восточный. Вторая часть, вторая пара деталей. Первая деталь у нас была одна, и вторая часть мы связали две детали, потому что будем надевать уже с разных сторон наш плед. Две детали, одна часть. Итак, видите, детали абсолютно одинаковые, поэтому показывая на одной, рассказываю, с чего будет состоять сегодняшняя деталь. Один фрагмент синий, два белых, один синий, один красный, два рыжих, один голубой, один красный, один синий, один красный, один голубой, два рыжих, один красный, один синий, два белых, один синий. складываем пополам чтобы убедиться что у нас детали симметричны таких деталей две абсолютно одинаковых каждый элемент у меня представляет из себя 10 петель 12 рядов все как в первом первой части все детали одинаковы и берем складываем первую часть 2 2 по краям первые три части ведь я под парила следующие части отпаривать не буду и вам не рекомендую чтобы не запаривать полотно мы его отпарим сейчас отпарим после того как соединим поэтому вот когда будем соединять полотно тогда и будем проводить влажно-тепловую обработку в процессе это делать не обязательно я его отпарила только чтобы наглядно видно было что полоски такие внизу не не жгутиками лежат потому что такие тонкие полоски очень легко от утюга деформируются вам потом придется делать присборку цепи соединяйте каждый раз смотрите чтобы у вас цвета четко совпадали переходы цвета вот они сложили цвета у вас совпадают вот они эти дорожки если у вас переходы цветов перечины будут каждый раз находиться каждая на своем месте у вас не получится узора у вас будете перепутано поэтому оптимально сшивать навязали машинки надели на то количество петель которому соответствуют те ряды которые вы провязали у меня 12 рядов это соответствует 9 петлям на 9 петель надела один двор часть на 9 петель вторую на 9 петель третью на 18 петель вторую детальку сложила их и соединила соединять я буду внутренним швом обычной косичкой вы можете соединять как вам удобно идем на взяли машину и соединяем делайте на машинке разметку для того чтобы вам не ошибиться где у вас какой цвет то есть один цвет у меня это 9 петель берете делать разметку на машинке по 9 игл и надеваете каждую деталь так чтобы цвет менялся между иголками надеваете лицом к себе первую деталь и изнанкой к пойдут все следующие детали то есть вы будете делать внутренний шов первая деталь полностью надевается в соответствии с разметкой на нее сверху 2 деталь и соединяем соединили две детали и сейчас начинаем закрывать петли петель нет есть только два полотна и буду делать закрытие обычной косичкой соединение на машине не даст тянуться растянуться во все детали будут одного размера это очень удобно в итоге получаем три собранных элемента вот они пока ничего не понятно но на самом деле мы только начали нас и середина каждый следующий элемент будет добавлять в обе стороны поэтому каждый раз мы будем вязать две абсолютно одинаковые детали и соединяйте слева и справа можно сразу убирать хвосты хвосты для того чтобы брать хвосты есть несколько способов вот у вас есть хвостики убирайте их следующий деталь будет только на следующий день вам открыто поэтому у вас есть время на то чтобы убрать красную под красные протяжки рыжая под рыжие протяжки самый простой способ подтянули подрезали все пледик готов и таким образом наращиваем его в обе стороны к тому моменту когда мы закончим вязание каждого элемента у нас будет готовый плед не пропустите следующую часть для этого подпишитесь на наш канал нажмите нравится чтобы поделиться с друзьями и чтобы чтобы плед получился чтобы он у вас связался целиком и полностью не потеряйте наш канал для этого подпишитесь на наш канал поделитесь с друзьями чтобы они тоже связали себе такой замечательный плед и жду вас на следующем уроке вашего наталья некрасова и и и